Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Вот говорят, веди себя как должно, иначе Бог накажет. Вот скажи, пожалуйста, кому должно и кто накажет? На самом деле, очень глубокий вопрос. Ведь наказывает нас не кто-то, а мы сами себя. И более того, мы сами себя не наказываем В подсознании, вот если посмотреть в подсознании, нет хорошо или плохо. В подсознании есть запрос на игру. А в каком варианте развернется игра, это не предопределено. То есть сама сюжетная линия не предопределена, предопределен запрос. А дальше, если у вас вынесена ответственность, то, конечно, будет возвращение Бога домой. И, конечно, это будут страдальческие сценарии, где надо будет терпеть боль. Возвращение Бога домой идет через боль. Боль, обиду, злость, вину и так далее. Весь вот этот калейдоскоп прекрасной проживания. А эмоциональных, в том числе и болезненных, и физических, и так далее. А никто никого не наказывает. Мы смотримся в зеркало самого человека. Мы сами предопределили такое зеркало для игры своим запросом. И мы сами не осознаем, что это зеркало сейчас работает на нас и на наш запрос. Как только мы это осознаем, у нас есть возможность менять игру, сдвигать частотные характеристики игры, перемещаться в состояние радости, любви и счастья абсолютно осознанно. Уходить от боли. У нас есть эта возможность. Но человек ею не пользуется, когда он спит. Более того, вот мой опыт показывает последние стримы, последние подкасты, где я рассуждала на тему той же самой души, когда она входит в тело ребенка и так далее. Я прочитала и увидела такое количество ненормальных комментариев, что поняла, что на эти темы говорить с людьми, которые не имеют практического опыта и вообще не понимают, о чем речь, не имеет смысла. Есть представления, и эти представления сформулированы религией. Но они изначально предполагают, что есть некая объективная реальность, созданная не вами, не людьми, не из человеческого тела, а созданная кем-то с Альфа-Центавры. И, кстати, это считается логичным и умным. И даже пытается наука вклиниться и найти логичное объяснение тому, что есть где-то Бог. То есть вообще представьте, насколько парадоксальная история. Религия говорит, что есть левая половина, там, духовная или психическая, и есть правая половина, говорит, наука, материальная. А так, чтобы одновременно и левая, и правая, как бы такой человек себе не позволяет. Либо-либо. То есть вот он качается на этих качелях, это на самом деле качели абсолютного безумия. И вот эти качели, они начинаются с того, что идет вынос Бога из человека. То есть человек не признает себя создателем той реальности, в которой он оказывается. И он верит в то, что она существует объективно. И более того, вот эти все развороты и вера в то, что она существует объективно, основана на том, что есть некоторые моменты, когда мы создаем или запрашиваем вот эту игру в данных декорациях. И в то же самое время память блокирует эти запросы. И программа ума здесь подключается. И человек не помнит, что он это запрашивал. Точно так же и в инкарнационном цикле. Все один в один. То есть день, ночь или жизнь, смерть, они сменяются по подобию. И вот этот момент наказательный, как бы, не на кого ответственность выносить. Сменяйте на самого себя. Человек сам себя, но не наказывает. Человек сам с собой играет. Просто, вот знаете, есть придурок, который играет в то, что он спалит себе в огне ручку или там отрежет ножку и будет страдать и болеть. А есть человек, который говорит, слушай, зачем мне себе отрезать ручки и ножки, если я могу играть в любовь, радость, счастье. То есть мы каждый задаем себе игру сами. И вот этот вот момент задания игры, он, как правило, не осознается человеком. Почему? Потому что он идет в автоматическом сценарии. И очень интересная тема, как это все разворачивается. Мы уже говорили с вами, вот, все, что касается родового сценария. Мы уже говорили о том, как расставляется вообще шахматная партия на игру, как создаются родители перед тем, как еще прийти в эту игру, как эти родители потом выполнят свою функцию, сформировав диск эго-ум-вышея у ребенка. То есть здесь идет копирование, потому что везде идет один механизм. Только копирование. Копирование и архивирование информации. Архивирование информации идет через призму любви и благодарности. Все остальное идет копирование. И вот все, что касается копирования, вот когда ты осознаешь, что есть только два таких вот механизма в психике, либо-либо алгоритм работает, то дальше на копировании каким образом будут работать переотражения. И здесь переотражения световые будут работать через призму души. А душа будет работать через призму фильтра. И будет возникать определенный калейдоскоп. И этот калейдоскоп будет накладываться на жизнь. И мы будем говорить, что это карма. Или это родовый сценарий. Но в данном случае это и не карма, и не родовый сценарий. Это именно рисунок с основными моментами, которые будут прописаны в данной жизни. Таких моментов немного. Они предопределены той грязью, которая была на фильтре. Если говорить словами инфодайвинг. Те, кто читал наши книги, четко сейчас поймут мысль, о чем я говорю. Потому что мы это все раскладывали, описывали именно как механизмы. Механизмы игры света, а свет в самом человеке. И сознание в человеке единое. И оно играет само с собой, играет в переотражение. Я единое. Оно играет в переотражение. И оно никогда никого не наказывает. Оно действительно играет в интересе. И если теряется нить интереса, то теряется световая нить. И тогда действительно то, что мы говорим душой, это гаснет. И идет деградация. То есть этот световой поток может вообще истякнуть. А если идет в интересе, в кайфе, то этот световой поток усиливается и привлекает другие потоки. И это все идет уже в расширение, в развитие. Блин, это целый световой механизм под названием человек. И вот эти вещи, когда осознаешь, как они работают, их очень классно используют на практике. При работе, например, с психическими заболеваниями. Ведь человек психически больной не осознает, кто его наказывает или то, что он сам себя наказывает. Но, как правило, нет. У него возникает какое-то внутри желание. Оно непонятно, как сформировано. И это желание его толкает к каким-то действиям. И максимум, что может предложить сегодня медицина, это заглушить активность действия этого человека, чтобы он не причинил себе или окружающим вред. А на самом деле этот человек продолжает играть сам собой, просто в своем искажении, в своей реальности. Но вот его считают сумасшедшим и помещают в психиатрические лечебницы. А есть люди, которые точно так же играют в своей реальности и говорят, что они встречались с инопланетянами. И у них в реальности есть инопланетяне или зеленые человечки. Но ведь это же ничем не отличается от предыдущего случая, ничем. Но этих не торопятся помещать в психушку, потому что они как бы безвредны для себя и для окружающих. А есть те, кто точно так же говорят, что играют в посредника Бога, наместника Бога. Но они играют и играют, и у них тоже своя роль. И чем они отличаются от двух предыдущих? Фактически ничем. Только у них уготована другая миссия и другой статус в социуме. У нас у каждого своя игра. Главное, чтобы мы понимали, что мы отражаемся в людях, как в зеркалах. Мы отражаемся в глазах каждого человека. И каждого этого человека мы сами попросили прийти в нашу жизнь. Он пришел под наш запрос. Ключ не сюжет. Ключ – запрос. Все происходит на основании запросов. И вот работа с этими запросами – это самая интересная тема. Так вот, все, что касается запросов, тут очень важно движение. Потому что как будет двигаться свет и как он развернется дальше, уже от этого будет зависеть сюжетная линия. А вот на эти темы мы с вами давайте углубленно поговорим. Например, в воскресенье на практикуме мы поговорим про калейдоскоп души. Это про те базовые запросы, с которыми душа пришла в данную инкарнацию. И тогда будет понятно, что же такое душа. Потому что она получается на каждую жизнь, видоизменяется. И можно говорить, она развивается, она расширяется, она идет на какие-то более высокие частоты. Нет, она на каждую жизнь, казалось бы, разная. И на самом деле световой поток один и тот же. Но есть же разность? Есть. Потому что каждая жизнь будет разная. Разная. Где записана эта информация? В ДНК? Ну, тело же смертное. А как же тогда из тела в тело переходит эта информация? По роду, если идет смена рода. Понимаете, есть вещи, которые люди не хотят на эти темы думать и отвечать на эти вопросы. А ведь эти вопросы есть. И информация-то будет передана по-любому. Вне зависимости, ты инкарнировал в этом роду или в другом. Да как же она будет передана? Ай, глупости, говорите, такого не может быть и так далее. Спокойной ночи, господа. Вот у кого такое в голове и кто не задает таких вопросов, спокойной ночи, господа. Не мешайте думать и развиваться тем. И писать глупости под этими роликами, которые сейчас выходят нашими. Не мешайте развиваться тем, кто просыпается. Занимайтесь собой. Ну а тем, кто просыпается и появляются такие комментарии, и их это все задевает или хочется ответить, тогда задавайте вопрос, а зачем? Какую информацию сейчас эти люди несут лично для меня? И кажется, когда вы находите ответ на вопрос, зачем, разворачиваются очень интересные слои информации. И вот они для нас и важны. Потому что, например, ту же самую тему калейдоскоп души нам удалось развернуть, благодаря тоже письмам и обратной связи, но в данном случае не пишущими под роликами, а при работе, практической работе с людьми, у которых есть психические отклонения. То есть это наработка из практики, которой хочется поделиться. Это будет практикум. Практикум с коллективным погружением. То есть стандарт, как обычно я давала, даже это можно назвать продолжением шахматной партии, поэтому те, кто хотят присоединиться, все-таки оглянитесь и посмотрите. У нас есть проработка родовых отношений, практикум. Потом есть практикум за доллар, работа с родителями. Вот эта вот часть. Последние полторы недели очень плотно я иду в одном потоке. И сейчас следующий шаг этого потока, только мы уже выйдем к душе, где записывается информация. Калейдоскоп души мы продолжим шахматную партию. По сути дела, я даю расклад, как черное формирует сценарий на жизнь человеку, где и как она его записывает. Шаг за шагом, по чуть-чуть. Потому что на самом деле очень тяжело менять восприятие, чтобы эту информацию охватить сознанием. И плюс это большие объемы информации. Это нагрузка серьезная на мозг и на психику. Поэтому мы будем двигаться медленно. Все, что пройдено, будет оставаться в записи. Вы можете подключиться, прожить это все на собственном опыте, дабы у вас не было сомнений в том, что это ваша игра, и что вы создаете эту реальность свою собственную. И не было вы на соответственности. Вот все, что касается ответственности, за каждый момент научитесь брать на себя. И ваша жизнь изменится коренным образом. И тогда придет осознавание, что вас никто никогда не наказывает. Никто и никогда. Абсолютно вы все творите сами для себя. И не понимаете, что вы делаете. И так как зачастую люди делают и не понимают, что они делают, либо не делают и не хотят понимать, что они не делают, для вас лекция в понедельник будет так и называться «Действия». Какую роль действия имеют в нашей жизни? Казалось бы, примитивно, с точки зрения материи. И, конечно, если я что-то делаю, я сразу это имею. Но можно делать, например, брать, копать траншею отсюда и до обеда, и после обеда закапывать траншею. Вот ты делаешь, 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 а нихрена не имеешь. А когда будешь иметь? Когда в голове выстроил, что ты хочешь иметь, и как ты этого достигнешь, и так далее. И в то же самое время, если ты выстроил в голове, и ты не делаешь, можешь иметь? Можешь. Почему нет? А когда? Много вопросов. На самом деле, все, что касается проявления, материализации, много вопросов и мало ответов. И на этом есть очень много спекуляций. Спекуляции на тему «Вселенная даст», «Вселенная пошлет», «Бог поможет», «Высшие силы принесут». А при таком раскладе где ответственность? На Боге, на высших силах, на инопланетянах, на Альфа-Центавре. И как вы думаете, вы в таком случае будете иметь? При каком раскладе? Вот ответы на эти вопросы будут в понедельник на лекцию. Все четко и конкретно. Вы знаете, что все, что касается инфодаймга, это всегда четко, конкретно, лаконично и глубоко. И не ждите стандартных, готовых, привычных ответов, потому что, как правило, то, что мы говорим, не стыкуется с тем, к чему вы привыкли. Потому что все, что вы привыкли, считаете нормой, на самом деле ваша вторичная выгода, а это значит ваше искажение. А когда идет искажение, идет игра света, искаженная. А искаженная игра, она всегда вносит ложь. И тогда вы видите ложь и проживаете искажение для того, чтобы осознать, что это было не то, что вы хотели. И тогда есть шанс сыграть в новую игру опять, в новую, новую, новую. Так формируется циклическая ошибка. Круг сансары. Интересно? Интересно. Тогда возвращайте Бога в себя. И все ответственность за все наказания свои берите на себя. И ждем вас. В воскресенье на Калейдоскопе Души, на практикуме. И в понедельник на лекции, которая будет называться Действие. Сегодня это все появится в расписании. До встречи, друзья. И кому интересен инфодайинг, идите все-таки с нами в ногу. Потому что это все мы не планируем повторять. Мы конкретно сейчас раскладываем иллюзию, как она строится в сознании человека. Это иллюзионист. И эти все программы будут только в записи. Поэтому подключайтесь. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, о чем вы завтра будете сожалеть. До встречи, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok